так я в эфире у нас сегодня интересный гость из казахстана опять предлагаю камеру так перевернуть потому что она когда мы будем заливать будет лучшее качество если мы поставим камеру без проблем вот так да 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 чтобы у нас все кадр так красиво получился да 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 отлично отлично и так начнем давай сегодня у нас гостях известный среди тюркоязычного населения в казахстане блогер и я лучше всего так как он и старше меня дам ему само слово представиться это будет для меня тоже лучше чтобы я не ошибся да вот уважаемый брат представьтесь пожалуйста расскажите о себе адам приветствую вас и приветствую всех войнахов ингушей братьев братьев хищенцев народа кавказа мы и вы выросли под одним знаком войнахи казахи братья не просто по событиям трагическим 44 года но и мы оба волки вы горные волки а у нас волк это символ казахов мы степные волки у нас не души символ орлы там у меня стадус написан брат я поправлю ингуш это русское название вот это вот русский мир вот это все вот это вот билиберда которые они приходят мечом огнем все выжигают потом говорят мы белые пушистые наше само название я представлюсь адам я представлюсь значит меня зовут ермек нормой я один из лидеров зарубежной оппозиции один из лидеров значит я прошел 15 тюрем 4 уголовных срока из них 4 года 4 месяца 3 года 5 лет бежал из под тюремного надзора пересек нелегально границу улетел с кыргызстана первым самолетом украину здесь нахожусь пять лет вот раньше работала и в администрации президента назарбаева и в миде в совете безопасности киси научным сотрудником константского института стратегических исследований был основание сектора русского мира мы изучали его за 14 лет до войны с украины поэтому я прекрасно эти вещи понимаю изучал писал большие докладные записки вот такой толщины президента назарбаева поэтому понимаю и вот слышал что удивился что оказывается в россии среди даже народов кавказа есть какие-то недоразумения заблуждения относительно турана по поводу этого наверное начнем может быть с этого до такой такая темная глухая стена да или может сказать какая-то тайна покрытая мраком и плюс жириновский который пропагандирует всякие страшилки про туран я каждый раз приглашаю блогеров тюркоязычных блогеров всегда говорю пожалуйста поделитесь своими знаниями разбейте миф который нам навязала российская пропаганда да что если придет туран на всем будет худо особенно мусульманам хотя я говорю что мы с тюрками с 1944 года и карачаевцы и балкарцы и чеченцы и ингуши да и те же турки месхетинцы и крымские татары кстати 7 лет сегодня как аннексировали крым и как россия устанавливает там крем мечом и огнем свой русский вонючий мир но там смотрите вот если как говорится но есть же поговорка надо послушай и сделай наоборот вот послушай жириновского если послушать жириновского значит стоит такие сапоги брать если он его критикует поэтому в этом отношении наоборот лучшие рекомендации того что туран является позитивным моментом больше даже и говорить не стоит теперь подойдем более обстоятельно казахстан находится впритык на стыке границ россии китая у украины была одна беда это россия а у нас две беды у нас две россии и еще еще не известно какая из них опаснее я помню когда прыгал с парашюта мне говорили сзади вот мы сейчас себе пнем сапогом если ты не прыгнешь я естественно сам прыгнул но такие шутки не знаешь кого бояться то ли бездны которые внизу то ли сапога сзади то же самое с китаем и с россией у нас два две россии и два китая и две являются мировыми державами и огромные по населению огромные по территории и являющиеся ядерными сверхдержавами поэтому в этом отношении огромная девятая территория в мире казахстана с малочисленным населением которое составляет население всего лишь одного шанхая или пекина это лакомый кусок поэтому у нас нет весовой категории которая бы могла бы противопоставить казахстан россии или китаю или уравновесить чтобы по крайней мере не дать возможности на нас просто так напасть а плавно нападение есть самый известный российский кинорежиссер сокуров у которой сам наверно не подозревает что у него казахская тюркская фамилия сокр это означает с казахского слепой или допустим знаменитые там историки карамзины ахсаковы они тоже не знаю что у них фамилия казахская тюркская ахсах хромой или вот эти историки они не понимают что нам нужна какая-то в этом плане оборона да сокуров известный кинорежиссер сказал такую вещь в 2008 году за четыре года до нападения на украину что россии ждет жестокая война с украиной и ждет жестокая война россии с казахстаном за четыре года оправдался надеюсь второй не оправдается надеюсь надеюсь но мы 30 лет а теченцы не знает и не должны знать об этом 30 лет казахи слышат постоянно от жириновских от лимоновых от федоровых от путиных от русских от солженицыных постоянно каждый год бред что казахи сидят на к русской земле никонов этот бред бред нес что я не 30 лет до но это 30 лет идет это 30 лет идет и поэтому мы естественно опасаемся что нам делать у нас есть 6 тюркских стран турция азербайджан и здесь и четыре страны казахстан узбекистан карбистан и туркмения плюс еще брат и братья таджики они одни единственные перцы в средней азии без своих перцев братьев они вот находились с комсези одни поэтому они к тюркам прикипели и советском союзе таджики очень сильно дружили с казахами в этом отношении 6 тюркских стран плюс таджикистан они братья по крови братья по вере братья по языку а еще я и они уходят все уходит на латиницу уходит еще и по алфавиту и по экономике и соседей по одиночке нас легко могут съесть тем более китай сейчас сожрал часть таджикистана дайте он захватывает сначала выгоняет долги потом забирать нет он забирает рынке и материалы и месторождение у всех казахстана в том числе а у таджикистана забрал часть земли этого опасно и и естественно если допустим говорить языком слова ссср то шесть тюркских стран могут образовать тюркский сср свой тюркский союз почему у европейцев есть евросоюз а почему жириновский или допустим обычный русский парень или чеченец из грозного или из названий должны почему-то опасаться что казахи не должны иметь право вместе создать общий рынок с другими тюрками или военный союз с другими тюрками это закономерно поэтому в этом отношении она не представляет никакой угрозы для мы же не собираемся даже если мы обеднимся нас будет вместе там 200 250 миллионов человек мы не потянем поход на пекин или мы не потянем поход на владивосток или там куда-то на якутск или на санкт-петербург нам дай бог сохранить свое и не отдать никому поэтому в этом отношении мы должны понимать что это оборонительный союз против двух империй которые являются тюрьмами народов в которой находятся поволжье сибирь кавказ северный когда чечня объявляла независимости объявляла референдум и провела этот референдум через своего умницу генерала джухара дудаева а потом его преемник аслан маскадов в этом отношении же они же провели все законные мероприятия процедуры то есть россия должна была сказать да хрен с вами в свое время мы отпустили финляндию которая была частью российской империи отпустили литву латвию эстонии отпустили при ленине отпустили польшу отпустили отпустили если чечня уйдет маленький там буквально там пол процента территории даже если сравнивать с одной только якутии чечня будет там один процент якутии какая нам угроза наоборот от пусть отделится и поживут-поживут вдруг там у них плохо херово будут дела они сами попросятся и покажут всем другим имбушам нагайцам кумыкам дагестанцам аварцам всем видите они сами просятся им они не смогли выжить лучше рекламы для того чтобы вот так жить не получится поэтому в этом отношении россия просто пожадничала пожадничала она не хочет она считает чеченские территории ненгушские территории якутские территории русскими территориями если бы им надо было бы вообще была бы возможность всех вот этих народы выжить в печку отправить я сейчас добавлю краснодар это исконно черкесской земли из таврополь там нету мечети можете представить мечети нет ну мы помним как раз без кавказа нужен да 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 им нужна вообще полностью вся территории якутия байкала по волжи без коренных народов всех сделать русскими помните как они якутов там другие народы всех переименовывали никифор иван николаевич ян петров там его и не поймешь вот когда читаешь бумаги даже не поймешь кто из них якута кто здесь русский то есть еще и хрестили принудительная христианизация шла сами говорят по поводу того что в османской империи была принудительная исламизация но они же ничем не лучше были они такую же с кровью с саблей с казнями а хочу привести аят хочу и привести аят исламе сура бахара 256 аят говорится что нету принуждения в религии исламу не исламе нет принуждения в религии исламе ты приходишь к истине добровольно тебя не принуждают у тебя три условия либо ты воюешь либо от принимаешь ислам либо платишь налог единственный налог за безопасность да и все все на этом . короче одним словом адам на кавказе тоже есть тюрки и нагайцы кумыки плюс карачаевцы балкарцы вот посмотри посмотрите такую вещь я когда-то написал 20 лет назад знаменитую статью коридоры русской империи многие могут забить эти три слова прочитать она до сих пор имеет такую мощную силу я обратил внимание на такой чудовищный факт почему существует карачаево черкесия почему существует кабардино-балкария в одну квартиру в одну квартиру закинули горцев и закинули чурков карачаевцы это чурки карачаево а черкесы горцы почему кабардино-балкария то же самое почему нельзя было сделать карачаевцев с балкарцами в одну квартиру а черкесов с кабардинцами также было бы логично они же были едины это я люблю такую фразу повторять это поле поле заминированных конфликтов до замороженных конфликтов для чего путина у путина фраза такая вы раскачиваете водку не раскачивать вот они сами то ее и раскачивают и знаешь что они говорят если кавказ будет свободный то вы там друг друга перережете но так мы же не перерезали даже при активных их провокациях допустим взяли забрали конфликт создали между чеченцами дагестанцами потом между чеченцами ингушами то есть они берут границу до между республиками и так понятно это оккупированная территория не ингушам не чеченцам там ничего не принадлежит это по документам территория российской федерации также получается так по юрисдикции до юридически формате правого поля вся территория принадлежит россии да но между народами создают конфликтные ситуации говорят нет вот эти 10 метров твои а вот эти пять метров его понимаешь они вмешиваются в конфликт крема не вмешивается они говорят мы ничего не знаем мы ничего ничего не слышим и они хотят кровопролитие но алхамдуллах люди приходят к главному смыслу и не проливают кровь и ты не вот такие комментарии да вот если к россии уйдет с кавказа вы там друг друга переезжать или до месяца туран придет луки придут у вас там всех там в рабство превратят я говорю хуже не будет у нас до сих пор абдулбумин гаджиев сидит больше двух лет больше двух лет мир захрана валибек сидит просто за то что делал благотворительность бедным помогал взять взять тот же крым людей позади за то что они помогали вдовам и детям потому что еще ранее арестовали людей какая-то партия не знаю ну совершенно абсурдные статьи значит их посадили и их детям и их матерям то есть детей до решили помочь братьям мусульманин просто помочь продуктами только за эту помощь российские спецслужбы взяли и посадили такой же случай был башкирии когда женщина помогла матери человека который сидит в тюрьме она помогла ему хлебе хлебом помогла деньгами и и теперь уголовное дело пришли называется финансирование экстремизма да они это шьют очень даже легко очень легко шьют и при этом они нас пугают турана я говорю вы сами то что нам сделали доброго вы у нас вы знаете у нас огромные ресурсы кавказ лежит между тремя морями азовская каспийская и черное море большие хребты нефть газ вся таблица менделеева но народ от этого ничего не видит нефть каждый день добывают даже объемы добычи нефти нам не говорят сколько какую-то цифру скажут это в месяц везде по миру в сутки добывать не очень образованный человек сутки же идет добыча нефти не в месяц и судим каждый час и вот каждый день в ингушетии написали статью 52 тысячи тонн но не указали что в сутки ничего не указали я говорю добывают 52 тысяч тонн посчитали баррель нефти выходит на 24 миллиона долларов запас нефти в ингушетии 6 миллиардов тонн для 500 тысяч населения где территория 3000 квадратных метров это хватит предостаточно чтобы развить и себя и свою экономику помимо этого у нас есть родниковые воды у нас все есть абсолютно возьмем тот же дагестан есть каспийское море есть газ есть нефть и 4 тысячи не могут один завод построить мусороперерабатывающий то есть вокруг абсолютный беспредел нарушение всех прав а также пытаются завести народ в комплекс значит народ чувствовал себя таким аборигеном вот это вот меня самое что коробит они говорят вот мы приехали мы вас научили читать писать культуре значит языку вы до этого ничего не знали я говорю наши каменные башни там или взять дербент до самый древний город дагестане 5000 лет бербент и нашим каменным башням по тысячу лет стоят до вашего прихода когда там в лапках выходили крепостное право вас отменили только в 1861 году ссср вы говорите ссср в ссср и такое же рабство было то есть кипит мозг от этого а там смотри в любом случае такие империи как китайская империя российская империя да они не должны существовать когда-то была шведской шведской империи когда-то была литовская империя но от того что литва эстония швеция норвегия существует сами по себе от того что у них нету там каких-то больших там чужих территорий они сосредоточились на своем развитии на том как вот на своей территории что-то сделать у меня недавно были дебаты с депутатом федорово наверное многие знают и могут посмотреть я ему задал вопрос вот россия самая большая страна в мире сколько у вас минеральных ресурсов от всего мирового запаса он говорит треть до половины я им говорю вот смотри а сколько у вас ваша экономика составляет от мировой экономики он говорит полтора процента я говорю так вы банкрот вы даже не можете при 30 процентов мировых запасов минеральных ресурсов сделать 30 процентов экономики от всего мирового экономики так вы кто вы получается просто тупо копаете качаете нефть и продаете вы нихрена не умеете вы не можете ничего сделать не ноутбуки ничего не как не не нормальные какие-то нормальные системы и так далее вы просто да и тогда смотри понимаешь кавказ сейчас живут в какой-то степени даже лучше чем народы поволжья и народы сибири потому что вот это массовое переселение на территории там бурятии якутии там алтай допустим тувы и там еще другие хакасии карелии довело до того что там хозяин который у себя дома не хозяин его меньшинство они там есть процентов 20 процентов слава богу на кавказе благодаря в том числе и джохар дудаеву и вот этой всей освободительной борьбе получилась такая ситуация что коренные народы ингуши чеченцы дагестанцы кабардинцы они 90 процентов населения своей республики а в этих республиках такого нету казахстан в девяносто первом году когда был 80 на 89 когда когда проводили референдум у нас даже до 70-х годов доходил ситуации когда мы 27 процентов имели население среди своей страны мы были мы были гастарбайтерами на своей родной земле мы не имели права говорить на родном языке и я тебе что хочу сказать брат у махатма ганди есть одно умное изречение наверное самое мудрое изречение но про которое меньше всего на свете вспоминает в махатма ганди все цитаты нарасхват кроме одной он такую вещь сказал национализм заключается не только в том чтобы защищать мои вот кровные чеченские интересы или казахские интересы самый высший смысл национализма патриотизм заключается в том чтобы видеть в судьбе моего моего народа миссию которая обязана освободить другие народы и если чеченцы ингуши являются рабами в русской тюрьме народов но они видят что в этой тюрьме народов в поволжье в сибири каторжники живут в тысячу раз хуже чем чеченские рабы то в этом отношении мы должны думать не только об освобождении чеченцев ингушей народов кавказа но и думать больше всего о том как их освободить вот я казах мне принципе слава богу с моя страна свободная хотя там есть там астрахань омск оренбург это казахские земли они все называют названия казахские тюмень это низина это столица сибирского казахского ханства или допустим оренбург или астрахан да все лябе все казахские названия но я думаю о том что я не смогу жить спокойно пока чеченцы находятся в рабстве пока башкира находится в рабстве пока якуты находится в рабстве и моя миссия может быть на самом деле когда-нибудь когда туран подымется я буду думать о том чтобы с россией кто-то на равных будет говорить с москвой и будут говорить почему вы вы трогаете обижаете мусульман в россии почему вы трогаете не малочисленные народы сибири по волжье так далее и требовать ответственность да например с 2007 года в российской федерации благодаря путину закрыты национальные школы во всех республиках закрыты школы теперь все русские учебники в калмырских школах в бурятских школах якутских школах дагестанских школах поменяли на русские учебники экзамены и зачеты принимает на русском языке человеку получается нет возможности учиться на родном языке путин потом отменяет еще другое требование чтобы жители чечни или ингушетии изучали чеченский язык что они не обязаны изучать что они могут вести себя не как гости а как хозяева они могут пренебрегать гостеприимством народа который среди которого живут это вообще нормально чему это ведет это ведет к тому что коренные народы они себя чувствуют уже просто чужаками это идет прямое разрушение идентификации народа да я согласен с тобой и в этом отношении я думаю моя мечта хотя им мы свободный народ свободная страна мы могли бы сказать нам чихать на чеченцев на бурят на удмуртов но моя мечта на тех кто не казаки но смотри вот мы же были в этой тюрьме казахи тоже были в этой тюрьме и узбеки были просто узбеки были подачи они не почувствовали не прочухали русификации колонизации но у нас есть такие города как шинкент и как злорда это для украины такие же города как львов да и в украине если кому-нибудь даже или в россии скажешь что представь себе 60 школ в советское время во львове и из этих 60 школ русские одна только на украинском языке вот у нас шинкенте было так 60 русских школ и одна на казахском языке а в городе русских 5 процентов зато 99 процентов школ на русском языке я сказал я жириновскому хотел бы просто иногда я к нему до него дай стучусь я выйду с ним на эфир и хочу им сказать слушай ты представь себе что у тебя в рязани из 100 школ одна русская а 99 школ на татарском на казахском языке ты его воспринимаешь серьезно я воспринимаю его как врага с которым надо не бояться выходить на дебаты за шкирку вытащить на эфир и конкретно что бояться просто как человека или как политика он к известный клоун за слова не отвечает почему боятся важно важно не то что он скажет важно не то что он поймет важно что поймут зрители важно что поймут его абсурдность его глупость но его воспринимать легковесно нельзя потому что такие люди определяют политику в россии потому что путин я хочу сказать такую вещь то что у жириновского на языке то у путина в голове а исходя из этого мы должны понимать что если мы не будем выходить на дебаты на обострения на столкновения словесных дебатов то они придут к нам с кровью с танками с вежливыми человечками которых придется делать нам из них зеленые удобрения лучше согласен и между если не будет общения между народами то не будет пробуждение сознания и не сможем прийти к единому сознанию чтобы на российской мечты на российской площадке надо работать убеждать российских зрителей стал столкновениях с никоновыми федоровыми жириновскими показывать россиянам какие не тупицы как много золотой умной русской молодежи можно вытащить в депутаты в парламент и в президенты а они херней страдают даже если там даже если половина будет шовинисты половина можно другую половину убеждать но не надо игнорировать не надо бояться не надо думать что мы не сможем с помощью своих эфиров убедить какую-то часть русских людей в том что они не правы в том что не надо посягать на землю чурков и казахов кстати о страхе у путина катастрофический панический страх перед интернетом он вообще не пользуется интернетом он говорит я пользуюсь папочкой то что туда положит я и читаю выделяется значит больше 200 миллиардов на пропаганду представляешь 200 миллиардов блокирует твиттер вот и вообще все блокирует роскомнадзор он блокирует абсолютно все даже вот мой канал получил предупреждение от роскомнадзора знаешь за какой ролик за ролик где я призываю народы кавказа объединиться и простить друг друга проявив благородство и великодушие перед великим врагом кремлем вот за этот ролик а ко мне пришло значит предупреждение от роскомнадзора согласен с тобой надо думать обсуждать нам нужен антиимперский интернет нам нужно все народы бывшего советского союза даже которые уже забыли про москву такие как литва латвия эстония мы все должны и как народы которые освободились и народы которые еще находятся в тюрьме мы должны объединиться на сайтах на едином каком-то ресурсе проводить конференции съезды если был когда-то коммунистический интернационал то нам нужно создать свой антиимперский интернационал я очень думаю я думаю что вот чеченцы и казахи мы были в одной тюрьме но вот внутри тюрьмы есть шизо своя внутренняя тюрьма так вот когда 91 год настал те которые находились в большой тюрьме мы вышли с прибалтами с грузинами с узбеками а все вот эти автономии российской федерации они оказались в шизо за двойной стеной мы внешнюю ограду убрали и вышли а те которые там были в этом шизо вы там остались и я у нас есть орден суфистки на котором держится малые народы вот в ингушетте есть суфисты также как и в дагестане в остальных регионах на них это как бы духовенство духовенство на них держится вся власть вот в центральной части россии власть держится на ауешных понятиях на уголовниках на спортсменах на уголовник на кавказе держится также на спортсменах но не так сильно на суфистов суфисты это прямые рабы путина муфтият это прямая фсбшная организация ну вот я хочу что сказать вот мы были в этой тюрьме до 91 года мы были как оторжание и вот когда мы освободились но некоторые освобождаются когда срок выходит да но мы все выходили под путем побега в девяносто первом году произошел массовый побед от российского надсмотрщика но тот смог поспать но я хочу что сказать потому что мы были в этой тюрьме мы должны понимать что те люди которые остались в этой тюрьме пашкиры чеченцы дагестанцы они не виноваты они не хуже казахов они не лучше казахов просто им не повезло поэтому мы должны как бывший каторжане маляву писать писать приносить тюремные передачки помогать информационно помогать финансово помогать любыми способами для того чтобы поддерживать дух и самоидентификацию чтобы он язык не потерял чтобы он а при первой возможности получил свободу и вот в этом отношении антиимперский интернационал должен позволить нам вот этим народом и твоему народу в том числе чтобы держались а вы друг друга держались вместе и помогали более слабым сегодня самый слабый это народы сибири и по волжи они находятся в особо тяжелой ситуации у них 90 процентов отняли даже большинство они не могут даже избрать не президента ты знаешь что например на кавказе нет такого чтобы допустим хотя можно дагестан привести пример васильев да хотя бы наполовину казахстан сейчас меликом поменялся поменялся да но такое есть не эпизодически а постоянно во всех этих республиках постоянно русские сидят которые ни языка не хотят знать не культуры не истории не народа они никогда я сказал бы башкиры молодцы они свою гору отвоевали помнишь был инцидент с горой да но это же маленькие победы на фоне того что они у них отнимают башкирские школы им запрещают башкирский язык изучать башкирский детских садов нету и детских школах мусульманских детей заставляли учить христианство и запрещали молиться вот недавно был случай ну да вот эта ситуация когда например вот эти существуют христианские капелланы войсках в армии и так далее там такого не может быть чтобы допустим там мусульманин с бородой был командиром дивизии или командиром батальона понимаешь то есть в этом отношении либо надо запрещать для всех религию либо разрешать всем а в этом отношении россия она забыла что она существует российская федерация они вообще забыли что существует народы кавказа получили для них это все русская земля русский народ русский язык русское поле русская зима русский тополь совершенно верно еще смотри я объясню вот говорят россия это типа правовое государство светское но но на паспортах российской федерации стоят православные кресты в армии ходит вот священник ко всех крестин единственное нету присяги на библии основное все там православное ну а кремлевский полк в кремлевском полку еще советских времен и сейчас служит только славяне кавказцев нету азиатов нету поэтому в этом отношении это российское государство это нацистское государство это фашистское открытое фашизм открытый нацизм открытое в искомерии шовинизм по отношению ко всем азиатам кавказцам как людям второго сорта даже третьего еще хочу добавить люб поедь в москву поедь в москву а в санкт-петербург такие центральные большие города российские увидишь такое значит объявление сдаю квартиру только славянам гастарбайтеров не беспокоить или там черных или кавказцам не беспокоить или же на работу принимают вот представляешь у тебя есть этот волчий билет паспорт россии едешь в москву и чувствуешь себя такой вот лишь бы меня там не арестовали и не посадили ты ничего не сделал это вот твое доверие к сотрудникам полиции это третий момент сейчас есть хотя пользуясь еще твоей аудитории своей аудитории хотел бы сказать есть такой непонятный youtube канал поле обу как-то как-то не хочу ему рекламу сделать в общем он выпустил какой-то ролик для девушка в никабе она сидит рассказывает что в никабе в никабе представляешь масле легко найти работу там сестры мне написали это это нереально даже в хиджабе невозможно найти работу в москве если ты даже находишь что представляешь 800 рублей за 12 часов ты просто представь 800 рублей за 12 часов это рабский труд зарплата хватает ровно на то что поесть и за койко место заплатить все вот она жизнь и перспективы великой скрипоносной державе понимаешь еще ну ладно смотрите получается вообще весь этот шевизм он где зарождается они не хотят говорить о том что например в ходе войны все европейцы все славяне во время войны были в тылу отдыхали лечились кормились спасались от голода с того же ленинграда в казахстане в узбекистане во всех среднеазиатских республиках они забывают тот же самый как парень который пишет объявление что сдам квартиру только славянам он забывает что его дед выжил и он сам существует только благодаря тому что дед не умер благодаря казахам узбекам и в этом отношении это просто неблагодарность такая черствая неблагодарность если бы дед который выжил бы он бы увидел бы он сгорел от стыда за своего внука и вот это нам нужно говорить понимать рассказывать и если мы на фактах это будем показывать на документах нам нужно энциклопедию создать энциклопедия русификации колонизации чечни полностью собрать все 2000 фактов то же самое показываем а потом когда мы сделаем общую энциклопедию всех народов на территории бывшего советского союза единая большая электронная энциклопедия русификации колонизации и она будет в том числе на русском языке пусть русские прочитает пусть 10 процентов сейчас 90 процентов будут нос воротить на следующий год через поколение будут 70 процентов знать рано или поздно мы эту работу должны со всех сторон вести и я думаю брат когда-нибудь мы обязательно сделаем так что все народа кавказа будут существовать как суверенное государство все народа по волжья и сибири будут существовать как суверенное государство а россия тоже не существовать как швеция там в пределах своей московской области пусть будет существовать своя суверенная русская республика они значит почему скрепы думаю скрепы пострадают да брат скрепы то пострадает от этого ты никогда не задумывался почему нету русской республики в составе российской федерации есть одно маленькая вещь я юрист я международник и смотри такая вещь есть совет федерации это верхняя палата парламента федерального собрания так вот конституция построена следующим образом она сделана таким образом что каждый народ каждая республика имеет ну допустим какое-то определенное количество голосов ну допустим условно говоря каждая республика в среднем возьмем это где-то 10 человек в совете федерации а если было бы все вот остальные там 70 областей были бы обеднены эти там 50 областей хотя бы были бы обеднены в русскую республику российской федерации с центром там в орле в рязани или в москве они потеряли бы голоса и тогда бы кавказ по волжье сибирь имели бы очень большой вес и могли бы говорить а почему вы сами на свысока говорите почему вы мошенничаете почему вы сделали что мы это 10 голосов совете федерации а у вас 100 областей каждый имеет по 10 голосов вы мошенничаете вот шарик марик это детские игры по сравнению с мошенничеством москвы когда она старается сделать так чтобы нивелировать свести к нулю голос каждого народа кого с каждой республики совершенно верно еще добавлю в россии знаешь после того как были поправки конституции относятся так все что не нравится путину это экстремизм путин захотел поменял конституцию путин захотел издал новый закон путин захотел издал новый налог в россии как сказал вячеслав володин председатель той же фракции единая россия до председатель госномал сказал достояние россии не газ и не нефть он говорит а представляешь такой абсурд а владимир путин то есть человек которому скоро на могилу отправляться это для них конечно же для них он гарантия но для здравомыслящих он вор и бандит который издает свои законы как хочет и когда хочет такое отношение в россии у россиян большинство россиян и к единой россии и конституции потому что я никто не соблюдает поэтому я думаю что а там нужно эти вещи проговаривать думать и если мы вместе будем всегда на связи подговаривать думать всегда открыть для всех 24 на 7 только рад особенность тюркоязычным населением с представителями тюрков я хотел бы сказать еще правильное представление о туране да адам я хочу чтобы ты про туран сразу понял простой такой вещь на кавказе в предгорьях кавказа северная половина даже 70 процентов дагестана составляют степи кумыков и нагайцев и если вспомнить что например воронежская саратовская волгоградская ростовская области ставропольский край и так далее это все единая большая была нагайская стиль в которой суворов 1783 году их всех зарезал и уничтожал по приказу екатерины проводил первой депортации депортации сорок четвертого года это не первая депортация нагайцев депортировали еще в 18 веке и на их место посадили армян посадили немцев по волжья запорожских казаков запорожских казаков сделали кубанскими казаками сюда посреди переселили далее жить и калмыкам русских заселили и они сделали это русской территории русская ростовская область русский ставропольский край русские краснодарский край русский воронеж саратов волгоград они все забыли например ты же слышал наверно что когда-то баты чингисхан захватывал брал москву несколько раз и так далее была золотая орда никто не знает никто не знает а где была столица золотой орды золотая орда была на волге она вот это казахи казахская земля казахская золотая орда нам подчинялась москва и обе столицы золотой орды находится не на казахской земле не на территории казахстана они находятся на территории 1 сарай бирке находится на территории волгоградской области а сарай бату находится на территории а страх на астраханской области волгоградский астраханской области это наши земли и там находится святые света там находится столицы там находится это наши мекка там находятся гробы могилы курганы с наших знаменитых батыров ханов даже мамаев курган который сталинград волгоград который говорят на котором памятник возникнут вот этот с мечом женщина стоит же она стоит на могиле на великой могиле мамая мамой был батыр и на большой на большом нас у казахов везде курганы это могилы любой курган копни там найдешь золотые украшения полностью и на этом кургане построили этот и два 200 лица отняли поэтому естественно у нас есть личные счеты личные счеты с москвой которая забрала у нас есть великий последний хан кенисары хан его голову как какую-то знаешь какого-то зверя отрезанная голова находится в музее в россии и даже назарбаев какой бы друг друган не был бы ельцина или друган путина ему голову не хотят отдать кавказ хаджи мурат знаменитый герой хаджи мурат которую описал толстой его голова тоже находится рядом с головой кенисары хана и тоже там она болтается не захоронены не захоронены ни казахи не мусульмане не горцы никто не могут похоронить достойно своих героев это неуважение это оскорбление это до сих пор каждый секунда нахождения в составе дьявольской россии это оскорбление поэтому смотри какую вещь помнишь было такое убийство бориса немцова и к нему приписали чеченцев и там был такая такой разговор что он оскорбил там значит пророка мухаммеда я хочу сказать такую вещь кто бы не пришел на на место путина из оппозиции демократической позиции какой бы он националист не был какой был шевинист не был он будет выгоден кавказцам будет выгоден чуркам будет выгоден народом потому что есть такое правило на войне не бывает черного или белую иногда большого дьявола выгодно убрать с помощью маленького дьявола, чтобы потом легче было справиться с маленьким дьяволом, поменять его на белого. Никогда такое не бывает, что черный на белый поменять. Поэтому в этом отношении должна быть военная хитрость. Любая демократия в России, она даст свободу, даст надежду, даст права, даст немного возможности развернуть свои плечи всем народам Кавказа по Волжи и Сибири. Поэтому мирный снос через митинги, через выборы, через любые варианты снос диктаторов будет на пользу кавказцам, будет на пользу чеченцам, нингушам. А мы будем всегда рядом. Еще один момент. Помнишь, мы начали разговор с того, что вполне возможно может нападение на Казахстан. Это может произойти в этом году, 19 сентября 2021 года, выборы в Государственную Думу и с учетом всех событий вокруг Фургалана в Хабаровске, вокруг всех событий, связанных вокруг Навального, вокруг митингов по всей Российской Федерации, по всем республикам. У Единой России сейчас очень низкий рейтинг. И ему нужно сильно поднимать рейтинг. Когда-то у него опустился рейтинг после митингов на Болотном, и он его поднял за счет Крыма. Поэтому в этом году... Фургалан сейчас хочет развязать войну в Крыму. Он проговорился же, он сказал, могут повториться события, как на Донбассе, да? Ну, это может... Ну, он может сделать по-другому. Он может ударить по Казахстану, потому что Казахстан в военном отношении сегодня слабее, чем Украина. Украина хотя бы, ну, ощетинилась, да, автоматами, штыками и так далее. А Казахстан до сих пор в спячке. Например, у нас... Ну, понятно. А что сделать будет у нас с союзом ОДКБ? Да, они чихать будут на... Что они? У Украины будет договора о вечной дружбе с Российской Федерацией. Белевеловеческое соглашение в 91-м году гарантировали суверенитет неприкосновенно с границей. Подписали Вудапештский меморандум о суверенитете. Чихать хотели, поэтому они будут чихать на ОДКБ, на делимитацию, демаркацию границ с Казахстаном. В Уральске войск нет. Даже в Звуде нет, роты нет. В Кустанайе роты нет. Петропавловск, Павмаганн, Кокшетал, войск нет. А у нас на границе стоят 4 армии российские. 41-я стоит со стороны Новосибирска на Семипалатинск, на Астану. Со стороны Оренбурга и Самары находится на Октябрьско-Астанинском Кустанайском направлении. Вторая гвардейская танковая, с Новосибирска стоит 41-я общевойсковая армия. Со стороны Западного Казахстана, со стороны Волгограда-Астрахана, Астрахани находится 8-я гвардейская танковая армия и 58-я, и 49-я армия. Поэтому, а у нас в этом отношении пока слабая армия, хотя у нас есть 29 бригад, но на севере Казахстана нет даже роты. И в этом отношении мы сейчас ругаемся с властями и через митинги, и через петиции и так далее. Если мы сейчас успеем подготовиться, тогда мы предотвратим войну своей силой. А пока что мы похожи на Францию с 40-го года, где будущий президент Шарль де Голь бегал по Франции и говорил, война идет, война идет, готовиться надо, надо сделать это, второе, третье. В итоге Гитлер напал, захватил половину Франции, а только в последний момент Шарль де Голь позволили создать 4-ю танковую дивизию, которую он возглавил и повел в атаку. И все равно проиграл, потому что армия была не готова. То же самое Чечня. Да, я хотел уточнить момент. Договор не с Россией подписанный. Допустим, договор, Ладно, отбьем договора. Тот же Эрдоган, сегодня он лидер мусульман, да, негласный. Неужели он не придет на помощь Казахстану? Проблема не в том, что придет, не придет. Проблема в том, успеет ли. Потому что договора с Турцией пока нет. На днях, неделю назад Путин заставил Токаева подписать договор. Шойгу приезжал в октябре месяце, по-моему, 16 октября. И по этому договору парламент Казахстана, Сенат, Машлис и президент подписали договор, согласно которому Россия запрещает в Казахстане любые военные базы третьих сторон. То есть Турция, даже Киргизия не могут в Казахстане разместить любые военные базы, даже роту. Получается, даже если война придет, нам запрещено, Турции запрещено. А теперь второй момент. Даже если договор будет, надо же время для того, чтобы передислоцировать, перегруппировать, десантировать какую-то группировку. А ты знаешь, что сейчас войны идут один-два дня. Сколько шла война? И плюс недавно проведенные совместные с китайской армией учения военные на территориях окружающих Казахстана. Это проходит постоянно. Это и было позапрошлым году. Проблема в том, что захват Крыма, захват Донбасса, или война в Карабахе, или войны другие, они сейчас быстро идут. Даже все решают первые два дня. Захватил территорию, остальное идет уже позиционная война, но все главные действия происходят в первые 24 часа. И если даже Турция захочет помочь, она ничем помочь не сможет, потому что одно дело прийти в Петропавловск со своими войсками не дать вторжения, а другое дело, когда уже Петропавловск установили захвачены, их надо отбивать, и отбивать нужно тяжелой кровью. И Турция почешет репу и скажет, нет, я под это не подписывался. То есть мы находимся в тяжелом положении. И я думаю, с другой стороны, если Казахстан сейчас предпримет минимальные шаги и отобьет войну, отобьет вторжение, и Россия окажется втянутой в проигрышную войну, то Казахстан конечно станет вторым Вьетнамом, вторым Афганистаном, второй Финляндией. То есть настолько все печально, да? Нет. Вторым Вьетнамом, вторым Финляндией, вторым Афганистаном, в плане того, что захватчик не сможет, тогда, если мы первую атаку отобьем, то мы отобьем все атаки, тогда уже мы тогда придем в Россию, тогда придет череда освобождения Кавказа по Волжье и Сибири, даже исходя из войны России с Казахстаном, это станет с концом Русской империи. Кроме того, я говорю в Казахстане постоянно, что нам нужно создать чеченский ингушский полк в Казахстане. Например, а идея заключается она не в том, чтобы там чеченцам дать ингушан. Мы говорим, давайте мы создадим иностранный легион, интернациональную дивизию, в которой будут, допустим, 100 народов Российской Федерации. 100 народов получают по одной роте. И любой желающий, даже если он иностранец, гражданин Российской Федерации, он никогда в Бурятии не служил, в бурятской армии, никогда не носил бурятскую форму, якутскую, чеченскую форму. Но ему говорят, что где-то на земном шаре есть одно место, где чеченец сможет приехать и увидеть чеченскую роту. А если чеченцев будет, они могут сформировать чеченский пол. Вот они приехали, понимаешь, Адам, какая шикарная вещь, когда, например, якуты в России, на своей родной земле в Якутии или в Ингушетии нигде не могут получить чеченскую ингушскую армию. А оказывается, какой-то чужой Казахстан создал интернациональный легион, и в ней есть чеченский полк, генгушский батальон, якутская рота, бурятский батальон, все, и все носят свою парадную форму. В полевых условиях у всех одна полевая форма маскировочная, но на параде все входят в своей красивой национальной форме, и они могут уехать в Грозный, приехать. Что может Путин сказать? Казахстан же вроде как будто бы союзник, приехал к себе в Грозный, или в Назраль, или Владикавказ, и приехал. стратегическая и тактическая идея. Да, смотри как, приехал к себе на родину, во Владикавказ, или Махачкалу, приехал в своей красивой форме, и он показывает, вы на своей родной земле, мои соплеменники, мои земляки, не можете одеть форму, потому что вас заклюют, а я ношу государственную форму, дружественную для России страны, но в форме своей, национальной, которой мои деды, прадеды, прапрадеды отстаивали. Какая мысль? Теперь смотри. Теперь смотри, какой вещь. Я закончу. Я хочу добавить один момент. Это потому, что в России сейчас идет тотальный обвал идеологии и массовая идеотизация. Вот поэтому у них не доходит сознание, то, что ты говоришь. Ты говоришь великие вещи на самом-то деле. И еще какой момент, смотри, представь, что проходит 10 лет из этого чеченского полка, из этого чеченского батальона, ингушского батальона, из якутского батальона, 10 лет выходят люди и возвращаются к себе на родину. Они становятся инженерами, бухгалтерами, возвращаются к себе. Они приехали в Казахстан, потому что у них другой возможности в якутской или в чеченской армии служить нету. А бухгалтерам, инженерам, программистам они могут служить у себя на своей родине. Но когда их накапливается очень много, и они там образуют свои клубы чеченской армии в Казахстане, они вот клубы в Крозном, в Назране, они растут, растут, и потом они становятся бизнесменами, становятся политиками, депутатами. Они уже работают с Казахстаном, встречаются на переговорах уже как однополчане. С казахскими однополчанами, с хикунскими однополчанами, они становятся невидимой большой армией. Братство. Боевое братство. Да. И мы это можем сделать сами, одни, даже без Турана, без Турции, мы можем это сделать сами, казахи. Потому что я чувствую свою миссию, свою ответственность в том, чтобы увидеть свободу всех народов Евразии, всех народов Кавказа, Поволжа, Сибири и Китая. Вот в чем высший смысл национализма. Вот в чем смысл для меня миссии казахского народа. Не только за себя. Это мудрость. Но мы кавказцы, у нас идея такая, что мы должны объединяться, как велик Аллах, Субханаму и Таада, крепко держитесь все вместе, крепко держитесь за рукоять Аллаха. То есть наций много, но Аллах один, религия одна, Коран один, флаг тоже один. И вот этот практик, который ты говоришь, она применялась еще пророком Сауна Сам, который объединил и сахабов, и ансаров. Сахабы были сподвижники, ансары помощники пророка. И он за короткий период построил огромное государство и победил две империи, которые между собой воевали в течение 605 лет. А он победил за очень короткий срок. Это Византийская империя и Персидская империя. Стратег, политик, но ты говоришь про Салахаддина, он же победил. я говорю про пророка Салахаддина. Салахаддин Аюби это уже 1215 Салахаддин тоже я люблю Салахаддина, очень люблю его. И это самый великий мудрец и полководец и воин и государственный деятель и великий мусульманин, который был настолько сильный и благородный, что его даже крестоносцы, христиане перед ним преклонялись. И мы должны перед врагами быть настолько чистыми и благородными, чтобы даже наши враги перед нами преклонялись. Это высший класс жизни, судьбы. Я очень хочу, если бы мы были такими сильными в борьбе, еще настолько, что даже когда мы побеждали врага, враги не испытывали к нам злости и говорили, что да, я не встречал такого врага, я преклоняюсь перед таким врагом. Это самое высшее мерило и военской даблисти, и доблестными воинами, отважными, храбными, храбными и благородными. так что в этом отношении адам рахмет большой, что пригласил на эфир, познакомились мы с тобой и будет здорово, что так что в этом отношении единственное я хочу сказать замечание, твой предыдущий собеседник из Казахстана Копеев, он в этом отношении немножко наивный, который считает, что не нужно оборонять северо Казахстана, нас мусульманский, исламский, тюркский мир защитит, не надо создавать на севере батальоны и полки бригады, само по себе то, что мы относимся к тюркскому миру, нас спасет, это такая наивность, например, христианский мир, он никак ничем не помог же Украине, когда напал на Крым, на Донбасс, само по себе это ничего не решает, или Европа, Европейский Союз тоже ничего не решает, если ты сам о себе не позаботился, если ты сам себе не защищаешь, то другие за тебя в бригаде поэтому я всегда пытаюсь достучаться до россиян, до своих, я говорю, если ты попал в яму, тебя оттуда никто не вытащит, ты сам должен выйти из ямы, потому что вокруг стоят люди, которые готовы тебя закидать камнями, вот, так замечание получается не мне, а моему собеседнику, правильно понимаю? Да, 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 ну, это, я ему эти вещи объясняю, он пока не понимает, но это наивность такая, или ура, патриотизм, поэтому нам нужно понимать, что Россия это большой медведь, злой, свирепый, хитрый, с которым нужно... Я бы сказал, это как говорил Джохар Дудайв, до памяти Валахова, он говорил, что Россия, Кремль, это гидра ненасытная. И потом надо понимать, что если сейчас падет, допустим, через 10-15 лет, или может быть раньше, русская империя и русский народ станет свободный от рабовладельских оков, он станет сам по себе жить, за ним вслед падет уже и Китайская империя, падут все империи и все народы, все тюркские страны. У нас же тюркских народов больше 25, и если все народы брать, если бы это была бы одна страна, один тюркский союз, это было бы то же самое, как Америка, это было бы то же самое, как нынешний Китай и Россия. Мы хотим жить свободно, мы хотим, не хотим быть рабами России, не хотим быть рабами Китая. И в этом отношении для нас все братские народы горские, все народы финно-угорские, все народы сибирские, они для нас братья, и если попутно мы, освободив тюрков, освободим все остальные народы, я думаю, нам это зачтется. Везде и на том свете. Да. Я с тобой согласен. И последнее, завершая эфир, хотел бы, чтобы ты выразил свое мнение в честь когда освободят крымских татар сегодня семь лет, как Крым аннексировала Россия. Я изучал Крым очень подробно и пришел к таким выводам, что Украина до сих пор не рассчиталась со своими исполнительными обязанностями президента в 2014 году Турчиновым, который виновен в этом. Украина в лице него проявила слабохарактерность и не смогла защитить свои земли в Крыму, а тем более в Донбассе. И больше того скажу, Украина виновата перед крымскими татарами. Я брал интервью с Мустафой Дзелилиевым, который является депутатом нескольких из созывов. Он мне единственный. Я был единственный человек, которому он в эфире публично признался, что до 2014 года, до самого-самого конца во всем Крыму за 20, сколько там лет, за 23 года Украины, независимой Украины, в службе безопасности Украины, даже внутри Крыма, не было ни одного офицера СБУ из крымских татар. Украинцы, они не доверяли крымским татарам до 2014 года. А когда они... та же российская политика, шовинизм. такая же российская политика, испытывали тот же самый шовинизм, недоверие, высокомерие. Они потом поменяли свою точку зрения, но было поздно. Если бы даже крымским татарам в 2014 году дали бы оружие, то крымские татары без украинской армии могли бы освободить Крым, могли бы отстоять его независимость, подарить Крым Украине заново. Просто элементарно безграмотность, тупость и так далее. Просто приведу один военный факт. Крым соединяет с материковой Украиной два маленьких перешейка. На этих двух маленьких перешейках стояло два заслона Беркута, один из которых на Майдане расстреливал людей. Так вот, у Турчинова с учетом даже всего, что это случилось 22 февраля 2014 года, когда у него действительно там власть поменялась и войска не доверяли майдановским, все равно в любом случае Турчинов мог со всей армии наскрести маленькую роту ВДВ, маленькую роту спецназа ГРУ, маленькую роту морской пехоты, эти три маленькие роты легко могли захватить эти два перешейка, а потом с каждой дивизии, с каждой бригадой вытащить хотя бы один батальон маленький, БТГ, батальонную тактическую группу, а таких дивизий на 91-й год в Украине было 40 дивизий. Нигде такого не было, только в Украине 40 дивизий было, три военных округа, Одесский военный округ, Киевский военный округ, Закарпатский военный округ, три военных округа на территории одной республики. Они имели 40 дивизий и 40 К дивизий, хотя бы несчастный батальон взять, БТГ, они могли бы расхерачить, не то что, просто Северный Крым захватили бы, уже бы сделали бы невозможный референдум в Крыму, даже если не надо было бы захватывать Симферополь, Феодосию, Алушту, Севастополь и так далее, даже просто захватив Северные степи, голые степи, уже было бы невозможно провести референдум по отсоединению Крыма, а там бы уже россияне сами признавались, если бы украинцы проявили бы хоть немножко грамм Дудаевского, Масхатовского, хоть немножко гордости, они бы отказались бы и вернулись свои войска на свою военную базу и сняли бы все вопросы и сделали вид, что ничего не было. Ну так что русские от этого получили? Знаешь, что получили? В течение 7 лет 3 раза подешевел рубль, увеличился пенсионный возраст и Путин борется даже с едой. Только вчера уничтожились 60 тонн картофеля в Омске. Но понимаешь, говорят Россия страна. Россия для меня это не страна, это такой концлаген, который геноцидит собственный народ и борется с добром на всех позициях, на всех фронтах. С добром. Согласен с тобой. И надо понимать, что загнанный в угол зверь он вдвое опаснее. Поэтому когда-то наши предки тоже называли Россию или Советский Союз империей зла, но проходит 18-й год, проходит 20-е, 30-е, 40-е годы, и он до 91-го года дожил. Поэтому надо Россию воспринимать как опасного зверя, с которым нужно готовиться к долгой и упорной битве, в течение которого каждый день, каждый месяц будут для нас очень тяжелыми. И мы снаружи, а чеченцы снутри, мы должны думать о том, как освободиться и как освободить другие народы. И освободить сам русский народ от своего овенизма, от своей имперскости, от своих рабовладельческих притязаний. Рахмет, Баурум. Рахмет, Баурум. Рахмет, брат тебе. Баурум, это по-казахски спасибо, да? Баурум, это брат. А, Баурум, окей. Рахмет, Рахмет. Эрник, значит, брат, думаю, на этой ноте мы с тобой завершим эфир, если что. Обращайся, а, еще хотел добавить, добавить хотел, как Ельцин, Борис Николаевич, приехав в 1992 году в Ингушетию, сказав одно слово «Салам алейкум, Ингуши», обманул Ингушей и через неделю загнал русские танки, которые отобрали у Ингушей половину земли. Представляешь? И 75 тысяч людей остались без домов. И до сих пор не работает. Это ты говоришь про пригородный район? Да, про пригородный район. Ну вот опять же вероломство России. Осетинам отдали пригородный район и навеки похоронили дружбу между Осетинами и Ингушами. До 44-го года... Дружбу между Осетинами и Ингушами не может быть, потому что Осетины при первой же возможности предают Ингушей. Ты не прав. Первое предательство было в 1917 году. Не прав, потому что... Нет, как неправда. Есть такой прекрасный канал, я тебе скинул. Ссылки. Это все правда. Но смотри, пригородный район это 90% всех проблем между Осетинами и Ингушами. Она создана не Ингушами и не Осетинами, она создана Москвой. Потом вторая проблема. Помнишь? Смотри, я тебе скажу про благородство грузин. Вот грузины, они те же христиане. Ну посмотри, как они благородно поступили. Когда наши предки, мой отец, кстати, тоже родился в Казахстане, когда они вернулись с Казахстана, все, которые жили в наших домах, уехали. Грузины даже уезжали, еще оставили корову. Сказали, дорогой, вот тебе корова, скотч. Осетины нет. Они сказали, нам Сталин дал все. Наоборот, они митинги устраивали, говорили, не возвращайте Ингушей, это наша земля. Но все равно виновна Москва. И потом еще вспомни, что точно такая история же произошла. Свой пригородный район был у Чечни. Его отдали под другим названием, его отдали Дагестану. Дагестан его отдал и тот частично. Я туда не лезу, потому что я не уводил этой информации. Надо лезть. Я говорю конкретно за Ингушетию, да? И причем, а дагестанцы, дагестанцы, чеченцы, это мусульмане. А осетины и ингушетины не мусульмане, понимаешь? В любом случае, надо понимать, что... Это форпост России, форпост Кремля на Кавказе. Осетина это форпост Кремля на Кавказе. Надо понимать, что Москва в этом плане виновата. Вот, допустим, возьмем просто, возьмем пример Палестина и Израиль, да? Его корни, проблема в том, что Великобритания, которая была последним под ее мандатом международным ООН, выделила территорию Палестины, она это зародила. Кашмир между Индией и Пакистаном до сих пор три войны, ядерные державы стали. Тоже существует, потому что когда-то империя, которая была в последнюю секунду и разделила там на Индию и Пакистан, она тоже все это сделала безграмотно и оставила проблему Кашмиры. И так существует везде. Москва, та же самая империя, оставила проблему для Ситин и Ингушери, оставила проблему для абхазов и грузин, оставила проблему для армян и азербайджанцев, оставила проблему, сегодня есть такая же проблема между татарами и башкирами, есть проблема между таджиками и узбеками, гигантская проблема, сегодня самое, это и удивище, интересно, что самая опасная зона в мире, это между Узбекистаном и Таджикистаном, войны до сих пор нету, но на узбекской территории существует 20 тадживских анклавов и на территории Таджикистана существует 20 узбекских анклавов, и все это оставила Москва. То же самое Проблема между Узбекистаном и Кыргызстаном Между Кыргызстаном и Таджикистаном Между Кыргызстаном и Бадавшаном Или, допустим, Синьзя Смотри, обрати внимание Как себя ведут, допустим Эти братья-мусульмане Они друг другу проводили зверства Которые, допустим, осетины проводили ингушам Они кидали свиньям дети Они спаривали бене-бене Женщины-женщины Были заживо Есть видео материалы Я просто не понимаю твоей защиты осетин Я не знаю Я не говорю тебе, что осетины особенный такой народ Я просто тебе хочу сказать Что и мусульмане с мусульманами Дрались В Иссирии Разве христиане с христианами не дерутся Допустим, когда Франция и Германия Или когда мусульмане Разве мало было войн между мусульманами Надо смотреть немножко дальше Смотреть По пригородному району Твой дом пришли У тебя дом забрали Туда не надо смотреть Просто дом верни Извинись и уйди Все Да Это я понимаю Я согласен с тобой Но ты должен понимать Что у осетин Процентов может быть 10 проблем А вины есть за это проблем Но ты должен понимать 90% Нет 90% Это Москва Москва Русский центр Кремль 90% По пригородному району Не виноватый Он сам пришел Так не канает Нет Надо понимать У кого больше А у кого меньше Почему грузины так не поступили Грузины так же могли поступить Но грузины поступили благородно Поэтому Наши предки Всегда говорят Уважайте грузин Они благородные Грузины так же могли поступить Но не поступили И у казахов И у казахов были свои какие-то вина где-то И у грузин где-то где-то была вина Например по отношению к Абхазам Когда иоселяне Помнишь Помнишь С чего началась война с Абхазами Когда иоселяне Со своими всадниками Они вторглись в Абхазию И могли это все сделать мирно Красиво И при Шеварднадзе И при других И при Берии могли создать И при Сталине Не могли проблемы решить Сама Москва Сам тупой Сталин Проблему оставили После своей смерти В итоге Абхазы И грузины Осетина Расхлебывают это Будут еще сто лет Еще раз хлебывать Поэтому И у казахов Есть такая же проблема Я не говорю Что мы святые И у казахов Есть где-то Где-то Мы в чем-то не правы Но Империя Она на 90% По пригородному району Москва виновата Поэтому ты меня извини Осетины не будут Больше чем Москва виновата Я с тобой согласен Москва виновата Но смотри Допустим Ты казах Я ингуш Допустим Представляешь Я зашел в твой дом Забрал твой дом А потом Я забираю потихонечку И твою историю Я говорю Я казах Я говорю Ну представь И твою историю Я себе приписываю И вот ваши ханы Вот всех ваших ханов Которые были в истории Их тоже я к себе приписываю Ты понимаешь О чем я говорю Я понимаю тебя Главное ты Главное ты землю украл Ты еще историю крадешь Согласен с тобой Это карачаевцы На Кавказе Карачаевцы Балкарцы Чеченцы Ингуши Их называли Аланами Вот четыре народа Которых называли Осетины Осетины знаешь Что сделать Они говорят Не-не-не На Кавказе Аланы Это только мы А между собой Они себя называют Иранцами Причные цыгане Из Ирана Я тебе хочу Что сказать Вот опять же В 44 году Когда чеченцев Ингуши Ты знаешь Такую Вот есть прямая связь Между тем Что ты рассказал Сейчас про историю В 44 году Сталин издал указ О депортации Чеченцев Ингушей И одновременно В этом же Приказе Был интересный момент Запретить Всю тюркскую историю Запретить Карачаевцам Балкарцам И так далее Нагайцам Умыкам Тюркскую историю Потому что И почему вообще Депортация произошла Чеченцев Ингушей Ты знал Что было Перед этой депортацией В Турции Вышла Про сказку Про белого коня То я в эту сказку Я знаю Нет Нет Я тебе говорю Про другое Я говорю тебе Про реальный факт Значит Был такой Генерал НКВД По фамилии Лавров Такая же фамилия Как у министра Иностранных дел В 44 году Он курировал Разведку Советскую разведку На турецком направлении И он сообщил Показал Журнал Турецкий И показал Что в Турции Очень сильно обсуждается Тема великого Турана Объединения И так далее Проблема Для войны Турции Против Закавказья Была большая проблема И тогда Было запрещено Полностью Турское направление В истории И было приказано Что Аланы Ираноязычные Полностью Должны давлеть На Украине На Кавказе В степях Полностью Такую создали ситуацию Когда про тюрков До 91 года И до сих пор В Российской Федерации Про тюрков Про скифов Про сарматов Про саков Про половцев Про печенегов Про золотую орду Все это исковеркали И создали Все это сделали Как будто бы это иранцы Это все связано С одним и тем же годом С 44-м годом Есть постановление Постановление Блоксадового Да Постановление В КПП Сталина подписано Это известное Антитюркское постановление Об иранском направлении Поэтому Осетин сделали Условно говоря Крайними Их возвеличили искусственно Для того Чтобы просто затопить Всех остальных Кавказцев и тюрков Извини меня Опять здесь Больше вина Москвы Чем осетинов Осетинов просто использовали Подожди Подожди Но как То есть Ты хочешь сказать Они несут ответственность За свой выбор Понимаешь Когда Да Они могут нести ответственность За то Что им подарили корову и дом Да Они не хотят Расставаться с коровой и домом Но Ты должен понимать Что вина-то заключается Не в этом бедном Крестьяне У которого Кроме этой коровы Или кроме этого дома Ничего нету И ему Он не знает куда деваться Я понимаю Не говоришь как Кто кинул эту палку Не на самую палку Которую Вот О чем я тебе и хочу сказать Держит эту палку Я понимаю Ну смотри Я-то тебя прекрасно понимаю О чем ты говоришь Ты говоришь про инициатора Про автора Этого проекта Ну смотри Автор этого проекта Также направил этот проект На два народа Грузины И Осетины Осетины как соседи И грузины как соседи Осетины поступили Очень подло И до сих пор Не признают свою ошибку Грузины поступили Очень благородно Они Отдали дома И ушли Как ты говоришь Взяли корову Но отдали Когда попросили Когда потребовали Пострадавшие народы Вернулись Потребовали Даже не потребовали Грузины отдали Сказали Держи брат Все нормально Все Они христиане Ничего такого нету Ровное отношение Все Осетины Это непонятно То ли они христиане То ли они язычники В 92 году Те же осетины Которые говорили Почему вы не приходите на помощь Они сказали В первую очередь Мы осетины Потом только мусульмане Понимаешь Вот эти вещи Ответственность Осетины Это учили христиане Я не знаю Какие они христиане Но у них Святой Уастерджи Те же самые Аджарцы Абхазцы Наполовину Они мусульмане Наполовину Христиане Это проблема Такая Что все Которые были Тут же География Тоже играет роль Помнишь Кто находится На границе С Турцией Они скорее Мусульмане Вот такая же История была Лазы Те же самые Грузины Лазы Они стали Мусульманами Аджарцы Мусульмане Половина Больше половины Абхазцев Мусульмане И так далее Ну ладно Брат Очень много тем Можно обсуждать Можем Да С тобой Ты очень Такой Начитанный Грамотный Мудрый Человек Прошедший Сложную Дорогу жизни И проходящий Я сказал бы Каждый день Приятно было С тобой Пообщаться Надеюсь Не последний Не последний Эфир Подписывайтесь На канал Нашего брата Я оставлю Его в описании Всех благ вам У вас Салам Абхазь 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 На нашем Ютуб канале У нас 354 тысячи Подписчиков Им будет Тоже интересно Ты зальешь Наше видео Да Да Рахмет Хорошо Давай Рахмет Продолжение следует